МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет не успели освоить из-за задержек при оформлении конкурсных процедур, заключении договоров и предоставлении актов выполненных работ. Немало нареканий, по данным Минфина, вызывает и работа ответственных за проведение госзакупок. Только с начала этого года аудиторы выявили больше 26 тысяч нарушений в этой сфере. Ущерб государству оценили в 80 миллиардов тенге. Аудиторы проверили больше 300 тысяч конкурсных заявок на несколько триллионов тенге. С Акима Актау Нурдаулета Акилубая взыскали 153 тысячи тенге. Такое решение принял специализированный межрайонный административный суд Мангосталовской области. Поводом для судебных разбирательств стало обращение местного предпринимателя, которому в Акимате отказали в продлении срока аренды земельного участка. Суд встал на сторону заявителя. Местные власти должны были принять решение о пролонгации договора в течение месяца. Но время шло, а документы не подписывали. Неисполнение судебного решения повлекло наказание в размере 50 МРП. В таких случаях административный кодекс и предусмотрены процессуальные мероприятия принуждения в виде денежного искания, что и было наложено Акима Актау Нурдаулу в данном случае. Это не является административным штрафом, в отличие от других штрафов. Это является просто мерой, которая направлена для исполнения судебных актов. Помимо этого, нами наложены такие денежные искания на ряд других должностных лиц, в том числе и район Акимы. Власти Актоби аннулировали больше 70 разрешений на строительство домов и бизнес-объектов. В результате специальной проверки выяснилось строение, расположенное в русле прохождения воды. Это повышает риск затопления во время паводка. Еще один дом, расположенный в районе Козылжар, по этой же причине решено снести. Решается судьба и пяти объектов бизнесом. Напомню, комиссия работает с весны, после того, как в талой воде едва ли не утонула девочка. Падеж скота зафиксировали в селе Ахшук Карагандинской области. Там погибли 76 коров, больны еще 246 животных. Специалисты подозревают распространение среди скота эмфиазиматозного карбункула. Однако лабораторные исследования этот диагноз еще не подтвердили. Заболевание чаще всего распространяется летом, говорят ветеринары. Инфицированные животные заражают почву и создают условия для вторичных вспышек. В Щецком районе на въезде в село Ахшука уже установили санитарный пост. Павших коров сожгли. Отмечу, половина погибших животных – молодняк в возрасте до 4 лет. Всего в сельском округе насчитывается более 2500 голов крупного рогатого скота. Двух жителей Шимкента задержали по подозрению в кибермошенничестве. Молодые люди совершили 18 онлайн-афер по всей стране. Они зарабатывали на доверчивых гражданах. Одна из пострадавших обратилась в полицию. Женщина рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже мебели. Товар заинтересовал лжепокупателя. Они попросили ее подтвердить заказ с курьерской доставкой, пройдя по ссылке. Потерпевшая ввела запрашиваемые с сайтов реквизиты своей банковской карты. В итоге у нее со счета исчезли 950 тысяч тенге. Таким же способом они обманули и других казахстанцев. 198 килограммов марихуаны изъяли в Карагандинской области. Это 8 мешков с веществом растительного происхождения. Спецоперация проходила сразу в нескольких регионах страны. Трое участников преступной группы задержаны в Алматы и Таразе. У них также изъяли огнестрельное оружие. Оперативники установили, что поставки марихуаны в больших объемах идут из Жамбылской области. Троих жителей задержали с поличным на территории Карагандинской области. Возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Электросамокаты приравняют к велосипедам. В стране разрабатывают национальный стандарт. На электросамокате можно будет ездить как по проезжей части, так и по тротуару. Но по дороге не больше 25 километров в час. Одна из причин введения ограничения скорости – аварии с участием самокатчиков. По данным МВД, в прошлом году в Казахстане произошло 68 ДТП с их участием. Один человек погиб. В этом году случилось больше 40 ДТП.